Какая красотка! Ну напишите мне комментарий, как мне с женой повезло. Дорогие друзья, хорошего дня, хорошего настроения, всего самого-самого наилучшего. Дмитрий Песков, выступая на передаче, Владимир Рудольфович Соловьёв рассказал о том, что наше правительство, как единый слаженный механизм, просто выше всяких похвал, справилась с коронавирусным кризисом. Мы вот просто смогли, ребята, осилили, одолели, претерпели. Как хотите, называйте, но надо просто отдать им должное, поклониться им земным поклоном, встать на колени, бухнуться. И вот на следующий день, сегодня утром, уже в Телеграме обсуждают Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, упали на 8% годовых. Причем, на самом деле, зная причуды нынешнего Росстата, доходы упали еще ниже. Возможно, даже падение составило абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю. По итогам 99-го года падение составило 12,3%. А сейчас, если официально нам говорят про 8%, то реально, может быть, составило и все 15 и 20, просто это никто не может посчитать. И, друзья, давайте учитывать, что когда мы говорим про доходы россиян, то они же считаются как средние. А мы знаем, что у нас колоссально разбогатели наши миллиардеры. У нас было 99 миллиардеров, стало 101 миллиардер, два появились вообще новых. Суммарный капитал наших олигархов с 300 примерно миллиардов долларов вырос до 350 миллиардов долларов только за два месяца. Это, насколько я помню, март-апрель. Вот представляете, то есть, если олигархи богатели, а в целом доходы населения нашего упали на 8%, то, значит, если вычесть олигархов, то доходы населения обычного, нас с вами упали, может быть, на 10, может быть, на 15, может быть, на 20%. То есть, все очень и очень печально. Я подчеркиваю, друзья, вот это обсуждение, которое я вам сейчас буду зачитывать дальше цитату, это не какая-то оппозиционная штука. Это не зыгарь, это самый что ни на есть про кремлевский телеграм-канал. Катастрофическое снижение доходов говорит о следующем. Первое. Стратегия поддержки доходов людей в пандемию оказалась неэффективной. Финансово-экономический блок правительства, они провалились. Второе. Усилия президента и правительства типа раздачи денег, льготных кредитов, субсидий, отсрочек, уплаты аренды и налогов стали тщетными и до конечных получателей не дошли. Третье. Население на собственной шкуре почувствовало все лицемерие власти, чем объясняется протестное голосование по поправкам, Хабаровск, многочисленные пикеты и сборы подписей. Четвертое. Поддерживать социальную стабильность прежними методами дальше невозможно, поскольку народ больше не верит многочисленным обещаниям властей. Пятое. Курс на обновление не предвидится, иначе бы виновные в падении доходов были в лучшем случае уволены. Во втором полугодии картина в лучшую сторону не изменится, так как спад в экономике продолжается, началась девальвация, вновь растет инфляция, вот-вот произойдет индексация тарифов. Итоговое падение реальных доходов по году на 5-6% уже не кажется кликушеством. Друзья, не хочу сегодня затягивать долгий ролик. Напишите в комментариях, что происходит конкретно у вас и ваших родственников. Ну вот просто напишите, там, например, 3 человека работают, как и работали, один человек потерял работу, не может найти, пособий никаких не получали. Или все потеряли работу, у нас четверо человек, как жить дальше, не знаем, работу найти не можем. Вот напишите, что реально происходит у вас. Не у кого-то там, не у ваших знакомых, конкретно в вашей семье, вы и ваши ближайшие родственники. Составим хотя бы для себя какую-то общую картину, общее представление о том, что происходит. Может быть, этому посту даже верить не стоит. По комментариям можно понять, насколько вот эта вот критика нашего правительства, насколько она адекватна ситуации в стране. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Обнимаю, целую, хорошего дня желаю. Выходные наступили. Конечно, люди, которые потеряли работу и не могут ее найти, это звучит как плохая шутка. Им уже отдыхать не хочется, им хочется работать. И все же, все же поздравляю с выходными. До новых встреч. Пока.